Привет, с моего Сейла. Давайте разберем ваш вопрос. Он, ваш вопрос, стоит из того, что вы пытаетесь понять мужчину. Вы пытаетесь понять то, что он по отношению к вам чувствует, то что он хочет по отношению к вам. В основе такого желания, в основе любого желания понять другого человека, вот именно в подобном контексте, когда вы задаете вопрос, он хочет дружить или у него есть чувства, да, вот. В основе любого подобного переживания лежит тревожность, тревожность, некоторое недоверие в себе и, возможно, страх стеснения отвержения, страх боли отвержения. Вот. Одновременно с этим идет запрет. Запрет на искренность в отношениях, запрет на то, чтобы быть собой в отношениях и запрет на свободу в этих самых отношениях. Например, запрет на права человека сказать вам нет, запрет себе, на право сказать нет другому человеку, которому вы хотите. Ну, сейчас, может быть, это не так, но рано или поздно желания нет возникает, в принципе, всегда, и это нормально, по большому счету. Вот. То есть вы производите очень сильное впечатление от того, что вы не свободны, от того, что вы зависимы. Вот. И это постоянная тревожность, это постоянный страх, это постоянное напряжение, постоянное усилие для того, чтобы контролировать ситуацию, в которой вы оказались вроде как по своему желанию, но в то же время и не за все. По сути, у вас есть, мне кажется, чрезмерная потребность в решении, чтобы компенсировать, по вашему мнению, всю ту несвободу, которая у вас есть, всю ту личную несвободу, в святую вашу собственную несвободу. При этом, вам кажется сейчас, что только эта несвобода и подобное положение, подобная позиция помогут вам выстроить отношения с меньшими. Ну, на самом деле, это не совсем так. Вообще, мне кажется, это совершенно не так. Мне кажется, что, может быть, вы сможете выстроить отношения с мужчиной, ну, не с этим, что так с другим, но какие будут отношения, на мой взгляд, совершенно точно ограничивающие вас, причем совершенно незаконно, жестко, грубо, негуманно обесценивающие и так далее. И самое главное, что в таких отношениях вы, на мой взгляд, не сможете быть, опять же, самой собой. С одной стороны, и с другой стороны, вы будете в таких отношениях человека видеть исключительно в одном проявлении, тогда как проявления человека на самом деле гораздо много. Но вот когда вы воспринимаете людей так, когда вы взаимодействуете, ну, пытаетесь взаимодействовать только, например, с мужчиной, вот, то, ну, это, как мне кажется, серьезная для вас трудность, потому что, ну, повторюсь, как мне кажется, серьезная для вас трудность, вот, потому что таким образом вы рискуете, ну, очень много чего себе не додать, очень много всего себя лишить, вот, понимаете? Я надеюсь, вы понимаете, что я сейчас имею в виду, вот, и мне бы не хотелось такого для вас, мне бы хотелось, чтобы вы были свободны, в отношениях, мне бы хотелось, чтобы вы были гораздо естественнее в отношениях, мне бы хотелось, чтобы вы были с собой, вот. С собой вы, понятное дело, при таком раскладе быть можете, потому что вы должны, в кавычках это слово заключен, вы должны обязательно понять, что, что хочет мужчина, иначе, иначе, иначе вы, по вашему мнению, будете, ну, не знаю, не счастлив, не счастлив, но, верно, так. Это очень грустно, когда человек в отношениях не имеет выбора, ведь дальше ситуация будет, ну, скорее всего, идти только на повышение, потому что ваш партнер, он, так или иначе, будет чувствовать, что вы не свободны, и будет пытаться вас ограничить. Не потому что он какой-то плохой, не потому что он какой-то такой вот негодяй, да, а потому что вы, вы, учите его, учите его такому отношению к вам. Поэтому я больше апеллировал бы к тому, что чувствуете вы, и что хотите выразить вы, нежели чем, то, что хочет и может, вероятно, другой человек. Потому что другой человек, потому что другой человек, это не то, что может быть объектом, я бы сказал, работы таких терапевтов. Вот. Потому что все-таки психотерапевт, это тот, кто работает с человеком, но не работает с третьими лицами, потому что это непрактично, это неэтично. Вот. И абсолютно неэффективно, как показывает, ну, практика показывает опыт. Вот. Такие дела. Поэтому я предлагаю увидеть вам в том, что происходит, свое противоречие, я предлагаю вам увидеть некоторую свою проблематику, вот. И с ней, с ней, с этой проблематикой поработать, вот. Например, поработать с вашими страхами, которые у вас вероятнее всего есть. Например, с чувствами, которые, опять же, у вас есть. И научиться их использовать, использовать для того, чтобы быть собой. Вот это не всегда, как бы, облегчая жизнь, это не всегда отдает на такой результат, какой вот прямо вам хочется, да. Да, ну, это всегда позволяет вам максимально полно раскрываться. Вот. Я бы так сказал вам. Я бы так ответил. На вашу. Ну, вот, в данном случае. Вот. А ваша мнительность, она вам сейчас для чего-то нужна. И мне кажется, что наша задача понять для чего, какую проблему вы пытаетесь с ее помощью решить с помощью своей митинги. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!